Вот уже практически 25 лет в Центральной библиотеке работает литературная мастерская. На творческих уроках юные фантазёры и мечтатели учатся непростой науке владения художественным словом. Как вырастает хороший писатель? Он, конечно же, вырастает из хорошего читателя. Конечно, мы не настаиваем, не все дети сейчас любят читать, надо быть честными. И мне кажется, что наша задача – показать мир книг, показать мир собственной фантазии, научить детей импровизировать, научить детей мыслить. Очередное занятие началось с разминки для тренировки памяти и мышления. Ребята сначала пофантазировали на тему «У бабушки в шкафу хранился», а потом получили занимательное задание – придумать рифмы к слову «галка». По данным Википедии, таковых может быть порядка 150. Будете говорить о стихах, будете анализировать стихи, будете представлять на суд свои стихи, будете обмениваться впечатлениями. Я думаю, что ничего, кроме пользы для вас, это не принесёт. Большой интерес у ребят вызвала проверка домашнего задания. Альтернативное продолжение «Колобка» у каждого будущего писателя получилось особенным. Юные творцы выступили в разных жанрах. Для многих это не первый литературный опыт. У меня даже снился сон, как я приехала к родственникам, а там моя книга публикована. И я пишу книгу, которая называется «Рассказы из Бекуинга», там главная героиня – девочка самая обычная. В общем, эта книга предназначена для детей от 12 лет. Не обошлось на занятии и без исторических запоминающихся моментов. Основатели литературной мастерской Алексей Зименков, Любовь Хоркина и Галина Логинова передали все полномочия новому руководителю писателя и поэту Александре Диордице. Добрые волшебники слова подарили новому поколению литературный альманах, в котором напечатаны произведения ребят разных лет выпуска, как символ того, к чему им следует стремиться. Я уже пишу, участвовала в литературном дебюте и заняла третье место. Это, мне кажется, хороший почетный результат. И пишу прозы, вот сейчас написала новые два стиха. Следующая встреча в литературной мастерской пройдет 16 апреля. Книжные дети, по выражению Высоцкого, снова соберутся вместе, не только для развития своего литературного потенциала, но и просто для обогащения знаний.